Это летние фестивали. Надеюсь, меня слышно. Сосед внизу открывает свою лавочку, всегда вытаскивает такой короб, наполняет водой со льдом, чтобы были напитки, много традиционных. Это типа старейшины, я не знаю, здесь они обитают. И вот этот барабан, который бьют. И по всем районам будут вот такие. Мне вообще слышно из-за ветра. Все приветики. Я решила записать, наверное, двухдневный будет влог, суббота-воскресенье. Только что я вам показала, если мне вообще было слышно. Если не было слышно, я наложу просто музыку и все. В общем, проходят летние фестивали везде. И вот они начали, проходя мимо моего балкона, бить в барабан. И у меня аж, короче, эти ставни дребезжали на пятом-то этаже. А я сходила за продуктами, не только. Купила кучу-кучу-кучу всего. Сейчас вам буду показывать. Я купила за полцены золотого карпа морского. Красный вот на эти такой кусочки. Это голова. И я хочу сварить сейчас рыбный суп под названием уха. И есть, я люблю уху всегда с уксусом. Она меня освежает. Она меня... Такая уха греет. Вернее, охлаждает. Так что же здесь я набрала? Здесь у меня много всего... Раз в несколько месяцев я закупаюсь всякими такими штуками. Это у меня кончился полностью порошок. Порошок я покупаю. Арель, как видите. Это вот именно для спортивной одежды. Он, кстати, стоит в два раза дороже. Но я надеюсь, что он будет хорошо именно выстирывать за короткий... за короткую программу вещи от фото. Потому что сейчас льет не по-детски. Простой арель для всего-всего. Так я дополнительно купила. Это типа сифа. Сифа это крем очищающий для кухни. Потом фабрик это ополадкиватели. Два разных взяла. Я до этого синенькие пробовала. Вот решила два других взять вкуса, запаха. Это очищающие губки на кухню. Такие для чего-то тяжелого. Дальше. Это влажные салфетки. Протирать стекла. Эти протирать сетки. Надо, кстати, протереть. Это гелевые ароматизаторы. Это жидкие ароматизаторы. Вот такой я всегда ставлю в прихожку. А эти по углам на кухню. Например, в туалет. Это в туалетный бачок. Второй пакет есть. Вот это вот запаски. Я, кстати, люблю вот этот больше запах. Но именно коробка продается только с лавандой. А запаски продается тот аромат, который я люблю. Это знаете, что цветет в Японии в десятом месяце. Я думаю, не только в Японии, вообще в Азии. Вот эти цветочки. У них такой сладкий, чарующий аромат. Сейчас он, кстати, стал популярен. И в Амазон можно найти даже духи какие-то с этим ароматом. Так, это печенюги малокалорийные со вкусом кленового сиропа. В общем, сбалансированные на перекусы, когда прям очень очень так... Это пакеты для мусора. Это для девочек. Это я первый раз купила здесь в Японии. Хозяйственное мыло для тестирование белого. Вот сейчас это актуально, потому что воротнички белые на моих рубашках и подмышки могут сдавать свои позиции. Это у нас продаются такие салфетки. Они... Ты сразу вытираешь пот. Допустим, зашел в туалет, подмышки вытер. И тут же она пропитана специальным составом и дезинфицирующим, и деодорирующим. Такие тройные эффекты. Это запасная моя губка. Кто смотрит постоянно, видите, да, у меня вот такие губки. И время от времени их надо менять. Так, из хозяйственного все. А здесь я сегодня купила на лет... летние мои рецепты будут с собой. Сомен. Это все холодным делается. Это вот водоросли для посыпки сверху. Так, щега тоже добавляется. Ну, в общем, такие продукты обыкновенные самые. Закончилась у меня комбо. Это водоросли ламинария для дачи, чтобы варить будем дачи. Кабу, это редьки кругленькие типа. Средние между дайконом, редисом и репой. Я бы так ее назвала. Саба, это скумбрия, что ли. В общем, из семейства голубых рыб. Так, яйцо. Да, что я недопоказала. Вот, это свинина. Здесь написано холодное щабу-щабу салат. Холодное щабу-салат. То есть, вы это как бы быстро варите в воде, остужаете. И в виде салата это можно есть с овощами. Холодное мясо. Заливая, конечно же, каким-нибудь... Вот такой вот я купила соус. Так, яйца десяток. Это я показала. Это грибы. Энохи. И пекинская капуста. Не называйте ее китайской. Это не китайская капуста. Это пекинская капуста. А китайская капуста выглядит вот следующим образом. Вот, бокчой. Это китайская капуста. А вот это пекинская капуста. А вот это у меня перекипает моя ухо. не включила. Оксаночка вытяжку. Вот. Сказала, была соя. Чуть-чуть купила. Вот куплю, а потом хожу, мучаюсь. Хочу выкинуть. Ну, не выкидываю, не съедаю. Так. И вот такой соус. Тоже для холодной лапши. Он подходит. Видите, она тут на упаковке нарисована. Как ее приготовлять. Ай-су. Кусочки этого льда. Вот. Сегодня вот это, наверное, приготовлю. И какой-то из двух лапшей. Какую именно... Падай. Падай. Да что ж такое? Я молчала. Последнее время смотрю фильмы. Детективы советские. Вот теперь вместо секси изменить нельзя. Яишенка. Пуром-пуром-пуром-пуром. Кузняшка. Пуром-пуром. Сыром. Пуром-пуром-пуром. Пуром-пуром-пуром. Так же плаваем стимулся. Кто покушал, он не вытащил. Сверху. О, таракан раздавленный, либо просто умер. Лет недавно травили. И видите, что делается? Мусор выкидывают все в эту сторону. Никто не хочет сюда проходить, линяться, валяяя кому-то. Кто-то, как я, вот таких вот тараканов боится. Хоть они и мертвые. Но хочется все равно скорее выскочить. Вот мой конь. Грязный, старый, ржавый уже. И я поехала на Китайскую улицу. Я приехала на Китайскую улицу и пойду покупать фрукты. Вот она передо мной. И здесь тоже районные, видите, все эти мужчины, которые проводят праздники. Фестивали, летние фестивали, праздники. Они всегда национальные. То есть многие одевают национальную одежду. И, как видите, вот она вот так выглядит. Мужик вообще без штанов вот тут высокий. И их знаки это карпы. А можно проехать как-то мужчина? Что это он без штанов совсем? Ну да ладно. Так, здесь можно купить дынку. Недорого. Дорого и недорого. Ну, кто копеек разницы. Это 500, это 400. Ну и округляю. И это азиатская груша. Из нее, кстати, хорошо делать соусы. Вот соус для самого острого рамена. Кульдар. Он мён или как он там называется. В настоящий соус, который делается руками, входит вот эта груша. Так, персики мало и какие-то они прям не очень. И арбузы. Все ходят, какая там вкусно и китайцы, кстати. Японские арбузы. Даже в китайском магазине продается корейская лапша, про которую я только что упоминала. Вот эта вот острая самая. Хотя здесь это китайский магазин с китайскими продуктами. Вот они, вот они. Ну вот эти мужики, им такое ощущение, как будто доставляют удовольствие выходить без трусов или, вернее, вытекать. Типок называется, да? Которые бикини прям. Трусы. Одевайте и ходите. Как будто они без трусов. А здесь танцы. Вот и дядь, вот и дядь. И так. Что-то очень большое сейчас выглядит. Скорей-сего мужики, которые тачат святыню. Как будто бы на носилках. Ну, покажите фиша. Видите, еще идет парень с распылителем воды, чтобы их охлаждать. Видать, жарко очень. Даже детские одеты. Вот они. И все, я пока вот это все не пройдет и проеду. Только что хотела заснять вам вой цикады, а она уже заткнулась. Но! Вы видите масштаб этой мухи? Вот это вообще какая-то здоровучая. Хотя нет, обыкновенная. Я надеюсь, я пройду спокойно. Блять! Мамочки, она горать не хочет! У меня пылесос будет на задней коне. Итак, что же я купила? Давайте начнем с фруктов. Так как я специально взяла с собой ограниченное количество денег, наличка я там, в том районе, где я покупаю фрукты дешевые, только наличка. Вот такую дыньку. Это с красной внутренностью должно быть, ну, вернее, оранжеватой. Дальше я купила, в этом магазине я купила печеный картос высадки и коробку из пяти крупных персиков. Вот персики. Они стоили 950 йен. Это около 1000 йен. Это 10 долларов, короче, наверное. Ну, чуть меньше. Персики не афти такие. Тут вот они длинноватые, здесь они чуть-чуть по-коцаные. Но пока не совсем сезон еще. Вот этот нормально сейчас есть. Ну, меня больше еще дыни интересует. И купила печеный картофель сладкий, якимо. А также здесь морепродукты и авокадо. Сделаю себе тартар и покажу вам. Вот разрезала я дыньку. Видите, какая она яркая, оранжевая. Ну, как бы красная ее называют. И на этикетке здесь было написано, что желательно охлаждать. Вообще они фрукты едят охлажденными. Я не люблю. Так, вот мой перекус. Я взяла четверть дыни. Дыня, кстати, с Ямагата. Это север, куда я часто езжу на лыжи. Персики. И 5 персиков больших. И такую дыньку с красными на мякотью я купила за 15 долларов. Да, если покупать в простом магазине, я бы минимум в два раза дороже за все это заплатила. Если не в три. Фрукты в Японии дорогие. И вот мой обед. Это большой чавамуш. Чавамуш это омлет с рыбным бульоном дальше. Здесь три креветки у меня. Плоды гинко. Дерево гинко. Немножко этих грибов. Вот. Это все делается на водяной бане. Дальше у меня соте из осьминога. Осьминога, авокадо, чеснока. Все это с оливкового масла. И картошка, которую купила сладкое, печеное. Уже готовая, продается. Все это я вряд ли съем, но что-нибудь съем. Слышите это? Вот так стрекочат цикады. Или воют. Ой, ой. Это была эта. Это была эта. По-русски стрекоза. А я вышла прогуляться. Сейчас солнце уже ушло. Самое такое опасное. Поэтому можно пойти погулять. Так, я гуляю. Я зашла в аптеку. И смотрите, что я здесь увидела. Вот это. Вы знаете, гяру. Гяру это гяру. Вот они пользуются вот такой тушью для бровей. Очень-очень светлой. Или вот такой рыжий. У них определенные есть каноны в макияже. Поэтому им необходимы такие светлые брови. А свои они чаще сбривают. Смотрите, что я нашла. Это тени для бровей. Именно тени. И вот вы подставляете, как очки. И вот здесь видите, трафарет. Уже готовая бровь. И рисуете себе ровненько. И четыре всяких цвета. А внутри она выглядит вот так. Здесь такая палочка. Выручалочка. Смотрите, какую я помаду надыбала. Помните, было одно время у нас в СССР, по-моему, в моем детстве. Химические помады, которые ты красишь, они почти бесцветные. А потом они проявляются у тебя на губах. И вот здесь такая. Внутри цветок из золота. Здесь розовый. Будем ждать, когда проявится. А здесь целый стенд ресничек. Выбирай, какие хочешь. У меня иногда подбивает желание взять, сделать себе мейкап гяру. Ну, конечно, для этого надо купить мощные ресницы на верхние, на нижние веки. Клей. Специальные, специфические косметические средства, которые в обычной жизни я не покупаю, естественно. Например, рыжие брови. Карандаш для бровей рыжий. Ну, конечно, я не хочу сбривать свои брови. Главный успех мейкапа гяру, это, естественно, темная тональная основа, чтобы кожа выглядела, как будто она очень сильно загорелая. Вот. И так, вот я подождала. Вот эта розовая, видите, она больше с блеском. Это красная. Хотя, не знаю, это тоже с блеском. Вот такой эффект. Сейчас сотру и покажу еще раз. Да, след немножко остался. Я думаю, что я немного подержалась. И держать дольше будет ярче эффект. Полка для массажа колготки против отеков. Как они? Компрессионные называются? Я не помню точно. И вот эти штуки, боди, вот особенно вот эти, это массаж делать, но он с перцем. И я как-то пробовала подобное лет 15 назад. Блин, у меня так все горели, все булки мои. Это было невыносимо, конечно. Очень злая штука. Не знаю, насколько действенная, мне хватило на один раз. Очень нравится мне эта аптека розмарит, потому что именно здесь целая вот эта вот эреа, она представлена косметически. Вот здесь вот несколько коннеров, которые я нигде никогда не видела. Это, видать, маленькие какие-то фирмы, заводики, которые делают натуральную косметику. Вот. Все сделано в Японии. Интересные очень есть там продукты. Есть из чего покопаться, выбрать что-то. А я сейчас уже купила в Муджи кое-какие продукты для нового выпуска Муджи. Муджи – это название магазина и моей же рубрики. И сейчас я еще пойду, докуплю несколько продуктов, которые мне надо, и уже пойду домой. И закончу уже этот влог трехдневный. Какие-то урывки вот эти вот. Поэтому всем спасибо за просмотр. И всем пока! 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...